Творожно-тертый торт Возьмем 3-4 столовые ложки, потому что у нас будет шоколадный коржи. Грамм 70 сахара, ванилин для запаха. А для начинки творог, где-то полкило, стакан сахара, 3 яйца и я потру цедру лимона. Итак, приступим. Итак, для начала мы разотрем наши все ингредиенты, сухие, с маслом. Берем масло и натираем на крупной терке. Если не хочется, то можно мелкими кубиками порезать и тоже потом руками растереть. Поэтому я пользуюсь теркой, мне это удобно. Так, смотрите, сейчас мы разотрем с мукой и какао, песком и ванилью и поставим на несколько минут в холодильник. А в это время будем делать начинку. Духовка наша будет разогреваться до 180 градусов. Вот. Так что будем выпекать наш тортик. Смотрите, здесь уже готово. Мука обязательно должна быть просеянная. У меня здесь просеянная мука. 300 грамм. Мы растираем. Всё делаем руками, потому что надо быстро, пока теплота рук не подогрела наше тесто. Прямо вот в муку втираем наше масло. Не бойся, сейчас подсластим. Подсластим и добавим ванилин для запаха. И наше какао. И потом, когда в разрезе будет пирог, он у нас будет таким прослойками. Белый, шоколадный. Очень красиво будет выглядеть. Так, ванили мы добавили. И наш какао. Сейчас мы посмотрим по консистенции. В принципе, я сначала добавлю ложки 3. И потом посмотрим, как. Посмотрим, как пойдёт. Если останутся небольшие кусочки масла, ничего страшного. Главное, чтобы не было больших комков. Вот. Вот так. Мы растёрли в крошку. У нас получилась однородная масса. И теперь её мы поставим в холодильник. Где-то на полчаса, пока займёмся нашей начинкой. Так что... Начинку делаем следующим образом. Наш творог с помощью блендера разотрём с яйцами и песком. Я добавлю ещё немножко цедры лимона. Так, вот наш творог. Песок. Блендер всё размельчишь. Я готовлю не с песком, а с сахарной кудрой больше. Так, и вобьём наши 3 яйца. 2 и 3. Так, и сейчас всё это взобьём блендером. Начинка получится такая больше жидковатая, но она такая и должна быть. Поэтому взбиваем. Как взобьём, я вернусь, чтобы не шуметь. Вот смотрите, какая начинка у нас получилась. Как такая густая очень сметана. Такая и должна быть. Немножко жидковатая. Она потом у нас запечётся и будет нежной в тесте. Итак, приступим к сборке нашего торта. Форму застелили бумагой. И сейчас выложим половину нашей начинки. Распределим её по дну. Она у нас маленько замёрзла. Мы её сейчас распределим. И, значит, вылим на неё всё наше тесто. Вот, половину начинки мы взяли. И сейчас мы распределим по нашему форме. Даже можно немножко сделать бортики. Сейчас сначала дно. И потом сделаем бортики. Потом на эту всю массу вылим нашу начинку творожную. Вот мы разровняли нашу начинку. Сделаем небольшие бортики. И теперь выливаем нашу массу. Сейчас сверху мы накроем оставшимся тестом. И поставим в духовку на где-то час-пятьдесят час. У меня творога много, поэтому, наверное, поставлю чуть побольше. Ну, посмотрим. Будем проверять, как обычно, как бы палочкой. Но на любой вкус и цвет. Чтобы верхний корж получше заделать, мы наше оставшееся тесто. Я заморозила. Немножко минут на десять в морозилке. Потом мы его верхний, значит, кожу делаем с помощью тёрки. Поэтому сейчас дождёмся, когда тесто заморозится и украсим вверх. Вот смотрите, мы сейчас на тёрке натрем наш второй кусочек. Одномерно так распределяем по поверхности. И духовку уже нагрета на сто восемьдесят градусов. Отправим где-то на час. Вот наш кусочек. Весь уже напотёрли. И сейчас просто распределим его равномерно по поверхности. И отправим запекаться. И посмотрим уже, что у нас получится. Так что, до встречи. Мы достались с духовки. Теперь дадим остыть. И уже потом выложим тарелку и посмотрим, что получилось. Я приложила наш торт на тарелку. И вот в итоге у нас такой получился. Сейчас мы его попробуем разрезать и выложить на тарелочку. Вот такой интересной формы и удивительно вкусный торт у нас получился с творожной начинкой. Обязательно попробуйте данный тортик для своих близких, для детей. Приятного аппетита!